Вообще блокадники совершенно особенные люди. Они выжили в нечеловеческих условиях, но остались людьми. Яркий пример – капитан первого ранга Валерий Касатонов. Когда началась блокада, ему было пять. Валерий Федорович на собственном опыте ощутил весь ужас войны и жизни в блокадном городе. Но когда речь идет о воспоминаниях о том жутком испытании, он уходит от ответа. О плохом ветеран предпочитает не вспоминать. Вы знаете, о блокаде, что бы ни рассказывали, все равно люди никогда не поймут, что это такое. Просто Великая Отечественная война – это самая тяжелая страница в истории нашего государства. И вообще надо сказать, что война – это самое грязное деяние человечества. Не дай бог. Блокада – не просто слово, потому трагические страницы перебирать в душе больно. А вот о тех героических днях, когда величие подвига Ленинграда охватило всю страну, Валерий Касатонов вспоминает с воодушевлением. Это был конец января 1944-го. Это был самый большой праздник для жителей Ленинграда. Это самый большой праздник. День Победы мы его назвали. И впервые в Ленинграде был произведен салют в честь победы по освобождению города. Раньше все салюты проводились в Москве. А с разрешения Сталина, поскольку величие подвига Ленинграда настолько всех охватило, что он разрешил провести салют в Ленинграде. Те, кто пережили блокаду и увидели победу, стали участниками памятного мероприятия в областном лицее имени Машерова. Лицейсты подготовили для гостей большую сценическую программу. Ветераны, в свою очередь, рассказали молодежи о том, как выживали в тех страшных условиях. Блокада Ленинграда унесла жизни тысячи человек. Причем большинство погибло не от бомбежек или обстрелов, а из-за голода. Они же, дети блокады, говорят, было страшно. Сегодня важно помнить правду о той осаде, которая длилась почти 900 дней и ночей. У историков есть такое понятие – роль личности в истории. И когда дети встречаются с людьми, которые действительно являются, как вы выразились, проводниками тех событий, они видят не какую-то написанную историю, они слышат живые рассказы, живые переживания, какие-то личные воспоминания тех людей, кто действительно прожил те страшные 900-800 с чем-то дней. Городской совет ветеранов в преддверии этого мероприятия объявил акцию «Помнить, чтобы жить». Ее участники – именно жители блокадного Ленинграда, те, которые были награждены медалью «Житель блокадного Ленинграда». Только три может участвовать в мероприятиях, а смысл акции таков, что 11 человек мы навестим на дому. Увы, с каждым годом этих мужественных, сильных и действительно особенных людей становится все меньше и меньше. Их пощадила война, но не щадит время. Сегодня в Бресте 480 ветеранов Великой Отечественной и пострадавших от фашистов, 142 участника боевых действий и 14 блокадников. Только трем из них здоровье позволило прийти на встречу к лицеистам. Молодежь не скупится на искренность и эмоциональность. «Дрожь, мурашки потелось, мы бежали, когда эти ужасные цифры, тысячи людей, тысячи бомб, было сброшено. Это очень страшно. Это было очень страшное время. И люди, которые это пережили, просто настоящие герои». По данным историков, погибших в блокаду Ленинграда больше, чем погибло в Англии или, к примеру, в США в период войны. Никто не забыт и ничто не забыто. В сердцах современников они будут жить вечно, как самые яркие талоны, показатель мужества и героизма. Продолжение следует...